Здравствуйте, Владимир Оливерович, мы рады приветствовать вас на проекте онлайн интервью. Прошло некоторое время, как вы начали работать в составе сборной Узбекистана по фехтованию. Какие у вас первые впечатления, ощущения? Хорошая команда, молодая команда. Я думаю, что с хорошим потенциалом на будущее. Речь не идет о олимпиаде следующего года, но и попробовать надо прорваться туда тоже. Как можете оценить возможности юных фехтовальщиков Узбекистана? Кого из них можете отметить? В общем, сейчас вся команда юная. Прошли несколько турниров. Один турнир в Плаудею, в Болгарии, где попали два финалиста. Шерзот Мамутов из Нукуса и Бабу Расулов. Талантливая группа Зейнаб Дайбекова из Нукуса Айсулу. Снизу Нукуса, Севинч, ташкентская девочка. Мы обыграли, девчонки обыграли итальянок. Это сегодня лучшая команда в стране, первая команда в стране. За первое место проиграли очень близко француженкам. Дело не в том, даже выиграли, проиграли. По потенциалу видно, но только начали. Это молодая команда. Они еще не имеют опыта 17-18 лет. Одна Айсулу, только ей 20 лет. Поэтому эти девочки буквально со считанными такими турнирами. Раз, два, три, четыре. Если мы пройдем процесс подготовки, какой должны пройти, я думаю, на 24-й год. Ну и думаю, я хочу. 24-й год надо бороться за медаль. Давайте теперь поговорим о развитии фиксования в нашей стране. В каких областях, на ваш взгляд, наиболее развит данный вид спорта? Вообще, как вы оцениваете развитие фиксования в Узбекистане в целом? Ну, вопрос такой, комплексный. К сожалению, я приехал только в ноябре. До февраля практически ни одного дня не было. Я еще ни разу не смог проехать по центрам. Но, зная Узбекистан на протяжении всей своей жизни, здесь и сейчас видно, Нукус, Каракалпаки, то, чего раньше не было в Узбекистане. Наманган, Андижан, Джизак. И сегодня эти центры выдают уже хорошую молодежь. Поэтому, я надеюсь, сейчас в этот летний период, когда будет разрешено, придется проехать по всем этим центрам, точкам. Была очень хорошая группа в Самарканде. Шахтование хорошее было. В Бухаре там, но есть. Но сейчас нужно немножко, чуть-чуть добавить. Немножко эмоции, чтобы заиграли. Резерв очень хороший. Мне нравится. Молодые ребята с характером, не боятся работать. Те нагрузки, которые по приезду, я их буквально сразу увеличил. Я думал, бунт будет. Нет, они спокойно выдержат. Как нам известно, на Кубке Мира в Алжире по фиксованию среди молодежи саблистки Узбекистана завоевали серебряную медаль в командном направлении. Расскажите о подготовке на эти соревнования. Подготовка, ну, как процесс, как цикл четырехлетия, она мало чем отличается. Это уже был контрольный турнир перед первенством Азии. 24-го числа, февраля, должно быть состояться первенство Азии. И Алжир был за две недели до. Девочки, сама команда, конечно, меня это не удивило. Настроены были, дрались жестко с зло. Вот то, что они иногда делают на тренировке друг с другом. Ну, я бы сказал, это как в единоборствах контакт, хороший контакт. Вот иногда в сабли, это хороший контакт, возникает такой удар, что становится чуть-чуть не по себе. И здесь сам девочки на это не реагируют. Только еще больше вырывается такой тигриный рык. Ну, вот на итальянках попробовали, получилось. Чуть-чуть уступили за первое место француженкам. Но в первый день соревнований нашим явным лидером, евреев Зейнаб Дейбекова из Нокуса, А в Алжире Севинч и Айсулу попали в финал. И Севинч была в одном ударе от бронзовой медали. То есть две, ну, еще три-четыре месяца назад мы говорили Зейнаб, Зейнаб, Зейнаб. Теперь появилась тройка. Их три. И вот на чемпионате, уже во внутреннем календаре, они меняются. Одна, вторая, третья. То есть не только вот этот турнир в Алжире показал, что девчонки могут. Они поверили, что они могут. Но сейчас там можно нагрузки увеличивать. Нет, у нас хорошая группа. Очень хорошая группа. И они готовы работать. Поэтому, что у нас все есть. По каким принципам вы тренируете своих подопечных? Сегодня, ориентируясь на ведущие страны, фехтованные страны мира, сабли, прежде всего Азии, Кореи. 88-й год Олимпийской игры они только начали. Они начали раньше. Но оттуда пошел отсчет. С 88-го года не так много времени прошло. Они уже на протяжении 10 лет лидеры. Работают много. Поэтому меньше работать нельзя. Я у ребят спрашиваю, у кого дисциплина лучше? У европейцев или у азиатов? Ответ однозначный. У азиатов. Мы к этому и относимся. И вот по проверочным тестам они работают. Те нагрузки, которые сегодня мы даем, они адаптировались. Сначала трудно было, конечно. Трудно было и спортсменам, и тренерам. Это сразу увеличение поясного пошло практически на 40%. Ребята справились. Ребятам нравится. По тем тестам, которые прошли по соревнованиям, куда мы выезжали, не много таких турниров было. Но молодой мальчишка Генжибаев сразу проверил в Москве. Россия в любом случае сильная. Она всегда была. Советский Союз был лидером мирового фертования. Россия с большой помощью Алишера Бурхановича вернулась на свое место. Поэтому первые проверки надо работать. Надо тренироваться вместе с ними. Они разрешают нам совместно готовиться. Это хорошо. Вношения теплые, хорошие. И в то же время для нас хорошая проверка. Если будем соревноваться на рамках с россиянами, то хорошая проверка. Владимир Оливирович, почему Вы выбрали работу в Узбекистане? Вас что-то притягивало? Расскажите, пожалуйста, об этом. Вся моя предыдущая работа в Советском Союзе в роли главного тренера. В армии я был в основном главным тренером и в Союзе. Небольшой период Олимпийский цикл только. Я опирался на Узбекистан. Эта группа здесь была огромнейшая группа. Все, что можно было призвать в армию, я призывал. И результат был хороший. Все фамилии известны. Я не имею в виду только Рузиева и Логана. Была огромная группа. Огромная группа во всех видах оружия. Но Рапира у вас была просто классная. Рапира была чемпионом страны. Поэтому особенного выбора у меня не было. Я хочу вернуться опять к тем тренером, каким я был. Тогда тренер, когда у него есть люди, которые выигрывают. Поэтому надо попробовать все сначала. Здесь блестящие условия. И то предложение Логмена, то есть бывшие мои ученики, теперь хотят, чтобы я сделал то же самое, что проделал раньше. Это удалось сделать в Штатах. После 1990 года, то есть до этого времени там ничего не было. Сегодня и там система сама по себе отсутствует. Но такая огромная страна с талантливыми пацанами, и там удалось это сделать. Америка стала сильной. Поэтому здесь 33 миллиона – это большая страна. Поэтому в России Москва, Питер, Новосибирск, Казань, Саратов, ну еще пять городов. Ну вот, если сейчас мы посчитаем на Манган, Жизак, Самаркан, Бухара, Нукус, ну будет не меньше. Поэтому все будет зависеть само от того, как мы организуем структуру, чтобы оттуда поступления сюда были хорошие. А условия здесь лучше, чем где бы то ни было. Потому что два зала в центре города в Партакуре, но таких условий нет. Поэтому то руководство и то внимание руководства к фехтованию, ну раньше, ну только тогда еще совсем давно-давно, когда мы были лучшими в мире, с таким руководством, когда на любой вопрос, не практически, а практически ты получаешь положительное решение. Я очень, не просто, я опять, я хочу. Поэтому неделю назад, может быть, лишнее, я задал вопрос Заслав Мальдоровичу, ну когда зал? Потому что я в зал заехал, и там на поле футболисты. Поэтому, ну, ну понимаем, и все ребята понимают, они сейчас дома работают. Сейчас последнюю неделю напрягте их на такую атлетическую подготовку, потому что, ну, полтора месяца выпад туда-обратно, и некого уколоть, некого там, не самое, некого воносить клинок, это, конечно, наскучило им. Ну, атлетическая подготовка сейчас очень важна, поэтому я надеюсь, ну вот-вот все это решится. Поэтому мы полны надежд. Условия великолепные, пацаны хорошие. Здесь все есть для того, чтобы добиться результата. Чтобы наши фехтовальщики успешно участвовали на чемпионатах мира и Олимпийских игр, на какие аспекты надо больше обращать внимание? Ну, атлетическая подготовка, само собой, все, что касается технического обеспечения, здесь все в порядке. Я думаю, что в плане нашей подготовки надо замкнуть цикл, год, фехтовальный год. Главные соревнования, большие соревнования по всем возрастам, категориям 10, 12 лет, 14 лет, кадеты 17, 20, взрослые. Я думаю, что нужны соревнования в конце лета, как проверочный тест для всех, для всех регионов. Я думаю, что когда в зале, ну, мы увидим порядка тысячи человек по всем возрастам. А летний период, тогда этот год замкнется. Тогда все будут работать 12 месяцев. Ну, если кому-то нужен отпуск, он всегда его получит. Но во всех странах, ведущих странах мира, ну, например, наши главные соседи, русские, родственники, россияне, спорткята школьников в августе. Раз спорткята школьников в августе, все лето дети будут готовиться к этим соревнованиям. Но в сентябре начинается сезон. Поэтому администрация фехтования все это прекрасно понимает. И мы можем это осуществить очень быстро. Спасибо за интересную беседу, Владимир Оливирович. Желаем вам и вашим подопечным в предстоящих соревнованиях удачи, много побед. И обязательно будем ждать вас с вашими подопечными в Олимпийских играх 2024 года, которые будут проходить в Париже. Удачи вам и успехов!